17 сентября 1997 года в колумбийском городе перейра молодой человек проходил мимо пустыря как вдруг наткнулся на груду костей по видимому человеческого происхождения юноша сообщил об этом властям которые прибыли на место для проведения расследования анализы подтвердили первоначальное впечатление все это останки детей скорее всего убитых и впоследствии выброшенных в этом месте через несколько дней была сделана еще одна ужасающая находка в окрестностях городах мерсела обнаружили скелеты сброшенный в глубокий овраг также принадлежащие детям но это еще не все дальнейшие поиски позволили следователям связать эти убийства с 42 другими останками найденными при аналогичных обстоятельствах в предыдущие месяцы и годы которые первоначально считались единичными случаями к этому моменту уже не оставалось сомнений страшный убийца похищающий молодые жизни рыщет по колумбии и что самое страшное он долгое время действует без каких-либо препятствий так начинается охота на зверя самого опасного серийного убийцу в истории который унес жизни 300 детей после поимки он был приговорен к 1853 годам и девяти дням заключения но впоследствии за примерное поведение этот срок был сокращен до 22 лет предполагаемая дата выхода убийцы на свободу 2023 год то есть совсем скоро кто же этот монстр какому страшному культу он поклонялся как маньяку удавалось так долго оставаться безнаказанным и что ожидать от него после освобождения привет мой любитель пощекотать нервы меня зовут ти и я коллекционер ужасов страшные истории городские легенды мистика и человеческая жестокость в которую иногда трудно поверить если ты готов окунуться в эту бездну то следуй за мной есть только одно правило не оборачивайся луис альфреда гравита кубильос родился в женове штаткин диа 25 января 1957 года в семье мануэля антонио гравита и розы дели и кубильос старший сын и второй ребенок из семи братьев и сестер луис утверждал что его отец был бабником пьяница и абьюзером а мать описывал как жестокую женщину которая не проявляла к нему особой привязанности и заботы в детстве родители часто конфликтовали в присутствии своих детей которыми они в основном пренебрегали гравита также утверждал что отец укладывал его к себе в постель и приставал к нему в школе луис поначалу проявлял энтузиазм дружелюбие и жизнерадостность но постепенно стал застенчивым и замкнутым что вызывало насмешки со стороны одноклассников учителя гравита отмечали что его желание учиться вступало в противоречие с его неспособностью понять предметы прозванный сверстниками гарабата что означает каракуля за свои очки и робкий характер гравита был не уверен в себе и предпочитал играть один на переменах несмотря на частые оскорбления и драки учителя не предпринимали попыток остановить издевательство это расстраивало гравита который копил обиду на отца и зависть к сверстникам из благополучных семей в пятом классе луис бросил школу из-за плохой памяти и требования отца зарабатывать деньги для семьи при этом отец запрещал ему иметь друзей или девушку вскоре после этого гравита подвергся насилию со стороны владельца местной аптеки тот привязывал его кровати прижигал свечой резал лезвием бритвы кусал и насиловал после первого такого случая подросток убил и расчленил двух птиц из-за чего испытывал угрызение совести и стыд гравита стал еще более замкнутым агрессивным и готовым отомстить всему миру примерно в это же время у подростка развилась алкогольная зависимость а также интерес к маленьким детям мать застала его за попыткой изнасилования пятилетнего мальчика и луиса выгнали из дома в 16 лет он попытался напасть на шестилетнего мальчика на вокзале в богате ребенок закричал на что сразу отреагировала полиция луис заявил что хотел лишь слегка пристать к ребенку после этого инцидента гравита получил выговор от своего отца мануэля за то что он домогался до мальчика они до женщины за это его окончательно выгнали из дома луис устроился ассистентом страховой фонд а затем работал в сети магазинов и изучал маркетинг но у него начались проблемы с коллегами клиентами и начальством которые постепенно переросли в физические стычки после увольнения гравита продавал иконы на улицах и подрабатывал разнорабочим параллельно с этим у него было несколько платонических отношений с женщинами у многих из которых уже были дети он воспитывал их как собственных и в трезвом состоянии был любящим парнем собутыльники также описывали его как дружелюбного человека несмотря на буйный нрав и периодические пьяные состояния в которых он клялся убить своего отца постепенно у луис развились симптомы психоза паранойи депрессии он начал компульсивно приставать к детям обоих полов он обратился в веру пятидесятников на чьих собраниях сорсканием бил себя в грудь во время молитвы после похода в церковь гравита посещал собрание анонимных алкоголиков и иногда посещал психиатров а заканчивал свой день в парке валенсия чтобы воспользоваться услугами детей проституток но вскоре аппетиты маньяка выросли он начал ловить детей насиловать связывать и мучить с использованием бритв и свечей после совершения преступления он записывал имя каждого ребенка в синий блокнот и молился за него вышагивая по комнате и пылко бия себя в голую грудь что напоминало ритуал гравита также начал навязчиво читать библию каждую ночь пытаясь найти в книге псалмов объяснения своим отклонением несмотря на это у мужчины появился интерес к эзотерике гаданием на таро и сатанизму он посещал хиромантов и других оккультных практиков но пришел к выводу что они ничего не знают об оккультизме страдая от приступов депрессии чувство вины за свои преступления гравита мучился кошмарами о своих жертвах просыпаясь в слезах а затем впадая в приступы истерического смеха когда вспоминал удовольствие получено от их боли познакомившись с книгой майн кампф луис стал ярым поклонником адольфа гитлера обнаружив сходство в их ранней жизни гомосексуальном опыте и годах проведенных в бродяжничестве маньяк восхищался холокостом и заявлял что ему нравятся концентрационные лагеря 25 января 1984 года гравита был помещен психиатрическую лечебницу на 33 дня после психического срыва ему прописали препараты и направили на психотерапию получив разрешение на выезд он бежал в перейру где немедленно изнасиловал и пытал двух детей после чего оставил их фотографии своей старшей сестре когда дети публично опознали его мужчина бежал из города к этому времени на его счету было более ста подобных эпизодов но во внимание полиции он попадал лишь ненадолго за кражу украшения у подруги в период с 1980 по 92 год гравита по разным оценкам изнасиловал и пытал не менее 200 детей и подростков за этот период он также активно провел пять лет под наблюдением психиатров и несколько раз пытался покончить с собой везде где луис проживал резко возрастало количество сообщений растление детей однажды во время работы со спиритической доской мужчина вошел в состояние психоза в котором дьявол спросил хочет ли он служить ему луис сказал что хочет и дьявол ответил убивай чтобы с убийством пришло великое благо 1 октября 1992 года пытаясь исполнить этот приказ гравита приметил молодого парня который продавал прохожим сладости и сигары состоянии алкогольного опьянения он заманил юношу которого планировал завести в лес но его прервали избили местные полицейские пока маньяк истекал кровью они украли у него 100 тысяч песо часы и кольцо а затем отпустили из полицейского участка но через три дня луис все же совершил свое первое убийство его первой жертвой стал 13-летний мальчик по имени хуан карлос но далеко не последний тщательно продумывая свои преступления зверь именно так его прозвали специально выбирал бездомных осиротевших мальчиков которые бродили по улицам в поисках еды или крова выбрав жертву он подходил к ней и водил с людных городских улиц обещая подарки конфеты деньги или работу при этом он переодевался выдавая себя за священника фермера пожилого человека уличного торговца и многих других меняя маскировку чтобы избежать подозрений он долгое время гулял с ребенком расспрашивая его жизни чтобы втереться в доверие на самом деле зверь изматывал голодных и ослабленных мальчиков чтобы затем напасть гравита загонял уставших жертв в угол и связывал им запястья затем он подвергал их бесконечным пыткам насиловал и убивал говорят также что гравита забирал отрезанные пальцы ног своих жертв который все же был вынужден выбрасывать опасаясь что его выследят ищейки только через пять лет после того как зверь убил свою первую жертву полиция начала обращать внимание на пропавших детей в конце 1997 года в перере было случайно обнаружено массовое захоронение около 25 трупов что заставило полицию начать расследование сцена была настолько жуткой что первоначально подозревали что за этим стоит сатанинский культ затем феврале 1998 года в перере были найдены тела двух голых детей лежавших рядом друг с другом в нескольких футах от них был найден еще один труп у всех троих были связаны руки и перерезано горло орудие убийства также было найдено неподалеку во время обыска территории вокруг трех мальчиков полиция наткнулась на блокнот с адресом написанным от руки который принадлежал девушки гравита гроссиэль изабалетте с которой он встречался в течение нескольких лет хотя заболета объяснила что не видел его много месяцев она предоставила полиции доступ ко всему что он оставил по очкам полиция определила что серийный убийца имела стигматизм на левом глазу его обувь также показала что он ходил прихрамывая его рост составлял 163 167 сантиметров в одной из сумок гравита местные власти также обнаружили фотографии мальчиков подробные дневниковые записи в которых он описывал каждой из своих преступлений и счетные метки его жертв примерно через неделю после начала поисков полиция соседнего города задержала мужчину после того как кто-то заметил что маленького мальчика преследует пожилой человек найдя ситуацию достаточно тревожной чтобы вмешаться свидетель спас ребенка и сообщил властям полиция остановила гравита на выходе из леса и он предъявил им фальшивое удостоверение личности и заявил что является местным политиком несмотря на это они арестовали его по подозрению в попытке изнасилования и посадили в тюрьму сами того не подозревая они держали под стражей одного из самых смертоносных серийных убийц в мире гравита был признан виновным по 138 из 172 обвинений однако число его жертв основанное на количестве захоронений отмеченных на карте самим зверем в конечном счете может превышать 300 его приговорили их 1853 годам заключения что является самым длинным тюремным сроком в истории страны однако в колумбии тюремное заключение не может длиться более 40 лет а за хорошее поведение и помощь следствию срок сократился до 22 лет таким образом он должен выйти уже в этом году в настоящее время гравита содержится в тюрьме строгого режима валье дупар охранники описывают его как спокойного позитивного и порядочного человека он даже учится на политике а после освобождения надеется начать карьеру в активизме помогая детям пережившим насилие я сейчас не шучу не знаю как ты но я считаю луиса настоящим монстром в человеческом обличии а сколько их еще бродит по планете будь начеку и не оборачивайся хочешь больше мистических историй тогда подписывайся на мой канал ставь лайк этому видео в комментариях пиши как думаешь можно ли выпускать таких людей на свободу это был ти пока